Всем привет! И сегодня случится то, что очень долго являлось неприятием для моего сознания. Я буду хвалить Эпифон. Нет, Эпифон — это, конечно, известная фирма во всем мире, на них играют. Но я всегда считал, да и говорил всегда на этом канале, что в этом случае вы значительную часть суммы платите все-таки за название на грифе. И эта часть также отнимается от качества исполнения инструмента и его звука. И вот сегодня мне пришло две модельки, которые меня все-таки смогли переубедить. Это новый Эпифон, студию, их версия LT, и это новая обновленная версия SG, Special, только с индексом VM. Давайте начнем с именно Леспола. Итак, 22 Lada, Mahogany, красное дерево, 12-й радиус накладки, гриф D, 60-х годов, поэтому все стандартно, все обычно. Два керамических хамбакера без отсечки. Что же здесь поменялось? Раньше у Пифона была, ну, неубиваемая модель, всеми нам известная, Special Tool. Смотрелась она, ну, на любителя, но стоила дешево. И это все-таки был Леспол. И была LP100, которая стоила заметно больше. Если Special Tool стоит примерно 250 баксов, то LP100 стоила, ну, где-то 370. Она смотрелась получше. У нее уже было 4 регулятора, 2 тона, 2 громкости, можно было намешать, поинтереснее звук в средней позиции. И в целом выглядела побогаче. Так вот, Эпифон решили выпустить вот такую вот модельку под названием Studio. Здесь вот надпись на грифе Studio. И, собственно, которая будет дублировать визуально, наверное, Gibson Studio. Эта модель по цене ближе к Special Tool. То есть это очень дешевая, в принципе, модель. Но при этом смотрится она намного серьезнее. И, на мой взгляд, даже, ну, по ощущениям и по звуку приятнее, чем LP100. То есть они удешевили модель, при этом реально сделали шаг вперед. Итак, в чем изменения? Ну, во-первых, это, естественно, ручки потенциометров. На мой взгляд, они сюда очень в кассу входят и меняют внешний вид инструмента. Делают его серьезнее. Дальше. Два хамбакера. Это керамические хамбакеры. Ну, опять же, визуально заменили на зебру. Опять же, вы знаете, я люблю зебру. По-моему, она тоже смотрится и добавляет такой, ну, больше мужицкого инструмента. Больше серьезности. И что тут можно сказать? Потенциометры, в принципе, установлены все ровно. Ничего не шуршат. Ход у них довольно жесткий. Не такой расхлябанный, как обычно на гипсоновских подобиях, да? Да, потенциометров. И хамбакеры. Если у Special 2, у меня главная претензия была, это звук. Заваливающие низы, зажатые верха. То здесь они хамбакеры поставили все-таки по, ну, опять же, подороже. И здесь звук ближе к гипсоновскому. То есть, у нас он более острый. Ну, нота имеет какое-то острие. И более сбалансировано звучат. Есть верха, но при этом низы тоже никуда не делись. Что дальше? Помимо потенциометров, помимо хамбакеров, здесь сделали скошенную пятку грифа. То есть, такое коническое соединение, естественно, на болтах. И хочу отметить сборку. Я вам все крупнячком покажу. Все идеально в стыке. И здесь, и здесь. Грешили, грешили Special P-Phone. Все-таки сборка раньше. Но сейчас и более дорогие гитары грешат сборкой. И вот приятно брать в руки гитару, сделанную в Китае. И чувствовать, что ее сделали с любовью. То есть, ну, есть инструменты, которые стоят в несколько раз больше. Ты их берешь и понимаешь, что их делали с какой-то ненавистью к человечеству. И вот все-таки, видно, китайцы, они в последние годы реально стали добрее, что ли. И начали делать инструменты с любовью. Ты берешь ее и понимаешь, что делали аккуратно. Потому что я вам все-все сниму подробно, визуально, чтобы вы искали, сколько сможете. И не найдете ничего. К чему можно было бы придраться внешне. Вторая моя претензия была к Special Tool. Это большая высота, собственно, струн над ладами. Здесь это тоже исправили. Теперь у нас можно опустить. Сейчас я сделал порядка двух миллиметров. Ну, как по стандарту. Но при этом здесь есть еще огромный запас, потенциал. И спустить можно вообще. Ну, просто положить струнный нагрев. Теперь это все позволяет. Да, бридж стал тоже получше. И что у нас осталось? Остались колки. Колки стали меньше по форме. И опять же стали ставить более дорогие колки. Раньше были такие более ромбические. Помните, задник у них. И они имели люфт. Теперь имеют намного более мягкий, плавный ход. И, соответственно, лучше строят. Ну, и, в принципе, приятнее. То есть, мы получили гитару за ту же самую цену, которая стала выглядеть намного серьезнее и взрослее. Реально похоже на студию. Отдаленно, но похоже точно на гибстонский студию. Даже я бы сказал не отдаленно. Мы получили новый дизайн, новые ручки, новый вид хамбакеров. Мы получили более серьезный звук все-таки, да. Лучший звук, более сбалансированный. Новый звукосниматель. Мы получили новый бридж. Он тоже, надеюсь, будет себя лучше вести. Более отстраиваемый, более гибко отстраиваемый. Намного более удобно эргономично ниже посаженную гитару. Мы получили улучшенные колки с лучшим ходом. И все это топ, да. И все это мы получили, ну, за копеечную прибавку. Поэтому Epiphone, наконец-то, на мой взгляд, вышли на тот баланс соотношения цены и качества. На очень выгодный баланс. И теперь реально их модели... А, самое главное, что я не сказал. Единственное, что меня заставляет... Вот я играю на лесполе. Единственное, что меня заставляет засматриваться на другие инструменты, это то, что он толстый. Неудобно играть, когда высоко висит гитара. То, что он тяжелый, да. Вот эта гитара, она чуть потоньше. Это очень классно. То есть, ну, естественно, никаких вырезов внутри нету. Но она именно вот чуть потоньше. Это и удобнее, и легче. Он легкий. Поэтому, да, вот мой респект Epiphone за эту модель. Мне она очень понравилась. Очень податливая. И минусом я, пожалуй, здесь выделю только струны. Струны стоят плохие. Очень. То есть, вот даже самые-самые дешевые гитарские вы струну купите, поставьте сюда, они будут лучше. Я понимаю, что к этому придираться так себе скептически, но все-таки, когда вы берете инструмент с витрины, получается то, что они могут подпортить первое впечатление. Ну, а в остальном все замечательно. Послушаем. Следующая модель, это у нас SG. И, в общем-то, видно то, что ребята старались сделать скорее копию Gibson Faded. Ну, как копию. Epiphone это бюджетная версия Gibson официально. Поэтому, в данном случае, это сложно называть репликой. В общем, ее удешевленный вариант. И что тут можно сказать? Вот мне очень понравилось сочетание цвета. Визуально мне понравился этот SG даже больше, чем тот Lispol. Потому что именно сочетание цвета и текстуры дерева, ну, на видео, конечно, будет не так видно, но очень приятный вот мягкий оттенок. Раньше они тоже, в принципе, SG-хи у них даже Special смотрелись, ну, довольно-таки неплохо. Потому что глянцевые, красивые были. Все полностью было похоже реально в отделке. Ну, отделки на SG не так много. Но вот именно данный вариант мне больше приглянулся. Что тут можно сказать? Ну, здесь претерпела намного меньше она изменений SG. То есть у нас колки остались теми же. Они имеют люфт, как и многие бюджетные колки. Ну, в такой ценовой категории это, в принципе, у всех. Дальше. Хамбакеры. Хамбакеры, опять же, заменили. То есть были хамбакеры Special, как у Special 2 чаще всего. Они, опять же, очень много хрипово давали, очень много низов захлебывающихся. Здесь все-таки можно получить хороший, даже на SG, в принципе, неплохой чистый звук. Естественно, в данном диапазоне. Bridge. Bridge остался, можно сказать, тем же. Потенциометры, в принципе, тоже остались теми же. То есть, по сути, что мы изменились? В чем мы изменились? Это внешний вид. Стал матовый инструмент. По-моему, стал все-таки подороже смотреться. И это звукосниматели. То есть в SG на этом все. Колки прежние, железо прежнее, потенциометры прежние. Переключалка тоже прежняя. Все-таки чувствуется, чувствуется, что, несмотря на то, что гитара, в принципе, схожа по цене, то, что здесь вот переключалка и потенциометры остались прежние. По качеству, по самому даже ходу, они чуточку побюджетнее сделаны. Что можно сказать еще? Основной претензией вот к этой гитаре у меня, несмотря на то, что внешняя мне очень приглянулась, то, что очень хороший, в принципе, удобный гриф, матовый, да, уже сколько раз повторял, у нее есть серьезный минус, который остался от спешелов. Это высота. Высота над грифом. То есть здесь я сейчас Bridge опустил в ноль. Чисто в ноль вообще для эксперимента. И высота все равно 2 миллиметра. Я понимаю, опять же, многие скажут, вот почему ты к этому цепляешься, это классические инструменты. Но многие, например, хотят в коллекцию себе SG. То есть у них уже есть там Ibanez, Fender, что-то еще. Но хочется SG купить. Вот просто, чтобы она висела, красиво было. Просто взять в руки, подержать, почувствовать эту эргономику. И вот для них они могут просто взять, поставить на своей гитаре высоту струны в 2 миллиметра. Если для них это много, это будет уже вопрос. Наверное, посмотреть на что-то другое. В принципе, да, подобной высоты это стандартно. Тут она даже чуть больше, 2,3. Под 6, 2,4. И меньше не получится, подтверждаю. Этого достаточно для обучения, в принципе. Этого достаточно для небыстрой рок-музыки. Но если вы супер-мега, там, power-металист, то, естественно, это немножко будет вас смущать. Что дальше можно сказать? Ну, это SG во всей своей красе. Легкая, тонкая, компактная, эргономичная. Качество изготовления, опять же, демонстрирую вам подробно все полностью. У меня вообще ни одной претензии. Все, что приклеено, приклеено хорошо. Все, что сделано, все, что врезки какие, все замечательно. Крышка нигде вообще не торчит ни на ощупь, нигде. Все винтики, все ровные околки, все ровно все сделаны. И вот реально, вот реальный респект. Epiphone прямо-таки сделали шаг вперед. В то время, как многие фирмы делают шаг назад в качестве с каждым годом, Epiphone сделали шаг вперед. И эти два инструмента сделаны лучше. Я вот не постесняюсь сказать, они лучше сделаны, чем многие версии кастом. И чем многие версии стандарт, что я видел. В плане именно изготовления, в плане именно подгонки деталей. Здесь прямо-таки, ну, вообще придраться не к чему. Что ж, давайте послушаем. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...